Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема цветы, как вы уже поняли, и вам деваться некуда. Смотрите внимательно, говорит и показывает все титания, один раз за сезон такие цветы показываю. Начнем с высокодекоративных цветов. Вы как дети уже захлопали в ладоши и кричите, что я знаю какие там пионы, розы. Да нет, вовсе даже нет. Знаете, есть цветы, про которые мы совершенно забыли. Забыли настолько, что ни в одном саду практически таких цветов нет. Знаете, что это такое? Это цинерария. Этот цветок выращивается как однолетний, вообще-то горшечный цветок. И расти дома может совершенно спокойно. Можете высаживать в сад, возвращать домой, но он действительно высокодекоративный. Цветет он примерно полтора-два месяца. Цветение настолько пышное. Шапки цветов настолько разнообразные. Причем шапки-то не вот такие, а шапки вот такие. На этой розетке листьев похоже на фиалку. Но фиалка очень скромное растение на самом деле домашнее. Этот цветок приведет в восторг не только вас и ваших домашних, но и всех ваших гостей. Поэтому очень рекомендую обратить внимание. Можете сеять, начинать сеять с января, а можете сеять когда хотите, в принципе, когда хотите увидеть цветение. Вот тогда и начинайте месяца за четыре до того, как захотите цветение увидеть. Запомните название. Цинерария. Значит, следующий цветок, который, казалось бы, должен расти в тех местах сада, где, ну, знаете, можно, конечно, кустами садить, можно дорожками, можно просто у забора. И косить вы его будете только тогда, когда он отсветет. Отличается от многих остальных тем, что у него зелень настолько кружевная, настолько густая и пушистая, что его прикорневая розетка, на нее глядеть можно часами и без цветов. Но это растение, сейчас скажу, какое, не торопите события. Это растение выбрасывает цветоносы, и вот оно-то цветет, начиная уже с конца июня, в июле, в августе. Если вы срежете отцветшие шапки цветов, то получите цветение и осенью, там, где с утра будет солнце, а после обеда тень, это растение цвести будет просто беспрерывно. Причем очень яркие цветы, когда после обеда его не жарит нещадное солнышко. Конечно, это тысячелистник. Посмотрите, вы такой видели? Ну, видели, да, белый, который растет у нас везде повсеместно. Совершенно лекарственное растение, удивительное и изумительное. Почему названо тысячелистник? Да потому что на его листе, на одном, их, конечно, куда больше тысячи. Куда больше, там, десятки тысяч лепестков на одном листочке. Кружевная зелень очень приятно пахнущая, цветы просто потрясающие. Здесь есть смеси вот такие. Обратите внимание, сколько расцветок, да, и желтый, и красный, кирпичный, розовый, с глазком, без глазка, сиреневый, ну, я даже не знаю, белый. Вот если посадить, вырастить из пачки, и у вас получится, например, там, 15 растений, но они все будут разной расцветки. А вот здесь есть еще тысячелистник, который вы вряд ли вообще видели в природе. На что похоже? Правильно, на гипсофиру похоже. Очень красивое растение. Да, вот такими горошками. Вот здесь горошками, а вот здесь махровыми шапками. Ну, знаете, когда смотришь на него, с виду и не скажешь, что это тысячелистник. Это правда, оно настолько элегантное, оно настолько красивое, причем у него цветоносы на очень прочных стеблях, и никакие ураганы и ветры ему не страшны. Значит, посеяв такие растения, многолетники, имейте в виду, если это мы сеем дома, ценерарию, то тысячелистники вы можете посеять сейчас, осенью. Вот чуть-чуть подмерзнет почва. Почему нужно именно в таких условиях? Да потому что, чтобы оно не взошло, а только слегка набухло семечко, и вы получите уже весной зеленую массу, которая, может быть, уже к осени и зацветет. Выбирая растения для посадки в саду, всегда надо помнить, делаете вы композицию, или вы хотите просто заполнить какой-то участок, знаете, ну как на поле, заполнить растениями, которые не только заполнят и не пустят сорняки туда, но еще и будут высокодекоративными. Конечно, выбирать надо тщательно, но уж посеяв один раз, вы будете счастливы лет 50 как минимум. Я желаю вам успеха вот в этой цветочной деятельности. Всего вам доброго и до свидания.